Войска Российской Федерации не прекращают попыток полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области. Злость из-за провалов своих операций российские оккупанты вымещают на гражданском населении, обстреливая ракетами мирные города и села. Украинская же армия медленно, но уверенно продвигается вперед и имеет некоторые преимущества на Бахмутском направлении, в том числе возле Клещеевки. Как оценивают ситуацию в районе боевых действий украинские аэроразведчики, узнавала Анастасия Волкова. Это гексокоптер украинского производства. Огромный дрон весом около 30 килограммов может преодолевать расстояние до 10 километров и нести на себе до 20 килограммов взрывчатки. При помощи таких дронов вооруженные силы Украины наносят непоправимый ущерб российской армии, которая пытается оккупировать нашу страну. Для того, чтобы запустить гексокоптер в воздух, необходимо подготовить несколько антенн связи. Эта антенна отвечает за то, чтобы коптер управлялся с пульта. Я вижу, что таких антенн необходимо несколько. Три. Одна идёт на видео, одна идёт на управление и одна идёт на тригонометрию, чтобы в программе работать. Управляют такой птичкой сразу два пилота. Один человек должен полностью сосредоточиться на управлении самим коптером. Оператор, второй пилот руководит камерой и сбрасывает боеприпасы. Денис – оператор дрона. Недавно он прошёл курсы обучения для управления гексокоптером. Самые свежие поражённые им цели – пехота и транспорт противника. Рассказывает, работать с таким аппаратом не так уж и просто. Я считаю, что, во-первых, при сильном ветре нужно держать его ровно, чтобы точно сделать сброс. Потому что на нуле спутники не работают. И пилот только вручную его держит. Наверное, это самое сложное – удержать дрон против ветра. Ориентация ночью – ещё одна сложность. Этот коптер работает исключительно ночью. И по тепловизионной камере бывает немного сложно ориентироваться на местности. То есть, днём его обычно не поднимают? Нет, он очень большой. И его очень хорошо видно и хорошо слышно. Мартин занимается обслуживанием дрона. Сейчас боец подготавливает гексокоптер ко взлёту. На борту беспилотник понесёт четыре мины калибром 82 мм. Мы сейчас включаем портал. Он начинает соединяться с наземной станцией. Примерно три минуты он коннектится, после чего уже можно работать, поднимать вверх. При взлёте желательно отойти на безопасное расстояние. Трудно ли с ним работать? Сначала было трудновато. Это девочка с характером. Потом привыкли уже, нашли с ней общий язык. Х God has не вверх Расти так. Чтобы это перенимать вверх. Сейчас идет война технологий и за ними будущее. То есть у нас есть дроны, которые наносят удары. Пилоты у нас в относительной безопасности. Используем как бомберы, как вы видели сегодня, так и камикадзе, а также разведывательные дроны. Рота самодостаточна, то есть есть ударные взводы и взводы разведки. Также есть отделение сбора и обработки информации. Там анализируются данные, что обнаружили и чем поражать. Александр – командир роты ударных беспилотных авиакомплексов. Его подразделение было создано в начале года для того, чтобы облегчить продвижение пехоты. Дроны помогают оценивать ситуацию с высоты и наносить ювелирно точные удары по российским оккупантам. Я часто говорю, что большой бомбер – это как воздушный миномёт, а камикадзе – это уже как снайпинг. То есть для всего своё применение. Сейчас не те времена, когда все с криком «Ура!» в атаку. Пехота должна уже зачищать, когда отработала всё, что может отработать. Или идти человеку куда-то напередок, или послать этот «Мавик». Да, он стоит денег, но человеческая жизнь бесценна. Сейчас российские войска сосредоточили основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает Генштаб Украины. Также там предупреждают, что вероятность ракетных и авиационных ударов военными РФ по всей территории Украины и далее остаётся крайне высокой. Анастасия Волкова, Артём Воронин. Из Донецкой области. Для телеканала «Фридом».